Тема урока семейство мотыльковое. Бобовое. Мука, мясо, молоко, сыр, масло и орехи. Все эти продукты можно получить из весьма известного источника сои. Родственниками сои являются горох, бобы, фасоль, арахис, богатый белком и также используемые в пищу. Все эти растения и многие другие, например, кормовые травы. Клевер, люцерна, вика, люпин, чина, верблюжья колючка и лекарственные травы, солодка и термопсис относятся к семейству мотыльковое или бобовое. Это семейство принадлежит к классу двудольные и включает в себя более 20 тысяч видов, объединенных по сходству строения цветка и плода. Листья бобовых чаще всего сложные, парно или не парно перистые, тройчатые, как у клевера или пальчатые, у люпина. Цветки собраны в простые соцветия, головку или кисть, или сложную метелку. Зигоморфный, то есть несимметричный цветок бобовых, имеет чашечку, которая чаще образована пятью зелеными листочками. Венчик цветка похож на парусник или мотылька. Два боковых лепестка называют крыльями или веслами, верхний парусом, а два нижних срастаются и образуют лодочку. Тычинок 10, но 9 из них образуют трубку, наполненную нектаром, а одна тычинка свободная. Пестик в цветке один. Общая формула цветка бобовых записывается так и читается. Цветок содержит 5 чашелистиков, 5 лепестков венчика, 2 из которых сросшиеся, 10 тычинок, 9 из которых срослись и один пестик. Цветки большинства бобовых имеют приятный запах, а нижняя часть цветка способна выдерживать нагрузку от посадки насекомых опылителей, шмелей, пчел и других. Некоторые цветки бобовых растений проходят стадию опыления еще в бутоне, как например у фасоли, гороха и арахиса. Типичные плоды семейства мотыльковые это боб и стручок, иногда достигающие в длину до полутора метров у тропических видов. Семена имеют крупные семидоли и не содержат эндосперма. Удивительной особенностью строения бобовых растений является наличие клубеньков на корнях. Эти видоизменения – результат симбиоза с азотфиксирующими бактериями. Именно поэтому для обогащения почвы азотом на полях высеивают клевер, люпины или вику. Кроме травянистых представителей бобовых особое место занимают кустарники, акации и острогалы, образующие жестколистные заростли в засушливых районах. Древесные формы бобовых образуют целая леса, а древесина многих тропических представителей этого семейства имеют розовое, красное, темно-коричневое и черное тона. Например, из древесины кровавого дерева, произрастающего в Южной Америке, изготавливают краситель гематоксилин и чернила. Итак, подведем итоги.